итак дорогие друзья после курсовая терапия конечно эта тема очень широкая и я бы сказал что именно конкретно даже после курсовая терапия должна включать в себя обязательно ваш анамас потому что если у вас проблемы есть изначально какие-то со здоровьем начиная от геморроя заканчивая соответственно желтухой и вот все что угодно соответственно все это нужно учитывать в вашу после курсовой терапии потому что как бы идеально она не была какие бы волшебные таблетки вы не использовали и конечно же какие бы вас не лечили супер специалисты в том числе я и другие мои коллеги чудес не бывает нет волшебной таблетки которая излечает за 10 секунд соответственно ваши угнетенные яички и ваш непосредственно угнетенный гипофиз и так в чем же суть в первую очередь мы профилируем те заболевания которые соответственно мы у вас нашли и в частности в частности если вы не следите за гиперкоагуляции это очень часто приводит к тому что соответственно у вас могут возникнуть проблемы с потенцией а по-другому у вас просто будет мягкий член и это будет не из-за того что соответственно у вас там пролактин повышенный эстрадиол потому что все начинаете гуглить на ютубе а там написано вы использовали стероиды значит соответственно вас поднялся пролактин эстрадиол и поэтому проблема с висиком нет дорогие друзья не поэтому точнее не всегда поэтому проблема в том что чем гуще ваша кровь тем сердцу тяжелее доставлять его ко всем органам в том числе и к половым если у вас после курса там образовался кисель и вы соответственно никак никак не работали не сдавали килограмм не пили антикоагулянтов да вообще не в курсе о вашей коагуляции вопросов соответственно по нормальной потенцией здесь быть просто не может потому что если вас будет останавливать не конкретно соответственно пробонаполнение половых органов то вас будет останавливать гипертония банальная да не будет мешать вести половую жизнь поэтому дорогие друзья мы всегда на после курсовой терапии внимательно следим за коагуляцией в том числе и на курсе следим за коагуляцией в общем-то мы всегда стараемся следить за коагуляцией то же самое к этому компоненту относится соответственно отслеживание натрия а натрия я уже снимал видео можете посмотреть соответственно где-нибудь внизу будут ссылочки в описании на видео про натрий и курс тестостерона и так дорогие друзья в чем же суть самого ПКТ суть самого ПКТ это не в том что я вам сейчас скажу что нужно использовать гонадотерапию там соответственно хламид что у нас еще такое популярное на после курсовой терапии кто-то верит в трибусы какие-то бады и так далее суть после курсовой терапии это в качественном сборе анамнеза то бишь ваших анализов крови и даже потенциальных заболеваний которые могут у вас развиться очень часто мы видим что человек на курсе тестостерона становится очень атлетичным очень соответственно красивым дилетом и резко меняется соответственно набирает жир набирает отечность когда он отказывается от приема анаболических стероидов с чем это связано это связано с тем что вы не контролируете ваш индекс кома аль-ар анаболические стероиды больше поглощают глюфозу может быть вы где-то нарушали питание это вам прощало тело за счет того что вы употребляете стероиды сейчас вы их отменили сейчас ваше тело вам не простит в где-то 75 процентов случаев мои пациенты у всех в той или иной степени после анаболических стероидов подрастает сахар это стандартная проблема с которой нужно работать на ряду как и с уровнем глютонизирующего поликлостимулирующего гормона и пересловутого тестостерона дорогие друзья на входе и на выходе даже если вы не имеете никаких заболеваний по щитовидной железе нужно проверить базовые анализы ттг т3 т4 свободный и обязательно проверить силен в крови и и вот моче в профилактике дефицитов нужно обязательно посмотреть перетим и железо ссылочное в профилактике дефицитов чтобы когда вы выходили соответственно вас не было дефицитов у вас не было такого патологического состояния да когда организм разрывается между тем что нужно восстанавливать свои собственные функции свое собственное гормонотворение и тем что ему дополнительный стресс наносит какое-то отсутствие там допустим йода и гипотиреоз клинической даже форме гипотиреоз поэтому мы обязательно смотрим йод и все остальное тоже так вот дорогие друзья перейдем к самому любимому все вы любите тестостерон все вы любите лгфсг но очень многие на курсе забывают сдавать дигидротестостерон а очень многих на курсе он вырастает подробнее о препаратах которых растет дигидротестостерон я говорил в других своих видео есть разбор каждого препарата на моем канале кому интересно плейлист фармакология а сейчас я говорю о том что этот соответственно анализ обязательно на выходе иначе может случиться лапеция или другие неприятные явления далее дорогие друзья контроль лгфсг многие многие после или даже до выхода с курса начинают соответственно использовать гонадотропин они начинают его вводить как правило за пару недель до окончания курса и как правило им советуют тренировок когда только они сдали да то есть закончили убрали тестостерон им советуют сдать лгфсг и тут происходит некий самообман гонадотропин стимулирует пока вы его вводили он еще неделю может поднимать вам лютонизирующий фолликулостимулирующий гормон но когда соответственно вот это вот действие взрыва гипофиза закончится да вонообразно но обычно даже дня за три заканчивается уже начинает сползать то соответственно будет спад лгфсг а спад по тестостерону да который вы возможно подняли гонадотропин он еще немножко может и через 10 дней проявиться поэтому многие кто соответственно через месяц уже заканчивают после курсовую терапию там может быть они вообще целый месяц давали гонадотропин они сдают анализы они такие у меня все хорошо потом обращаются ко мне да еще через один месяц говорят у меня было все хорошо потом я начал терять массу я начал жиреть у меня пропала либидо поднялись эстрогены что же делать почему то есть пошел сдал анализы у меня было много стало мало лгфсг тестостерона дорогие друзья это именно потому что вы используете гонадотропин если вы хотите подробно узнать почему не стоит использовать гонадотропин смотрите видео по ссылочке в описании внизу а сейчас мы просто должны принять то что на после курсовой терапии современной медицине мы не используем гонадотропин и с оговоркой что если у вас нет проблем с клетками лендинга нет проблем соответственно с яичками по-другому потому что именно гонадотропин если вы откроете инструкцию придуман для того чтобы по большей части стимулировать вот этим взрывом гипофизарного гормона яички ваши и вот ваши яички они соответственно просто созданы для гонадотропина ну вот поэтому поэтому берегите яйца подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был кратцев сергей да прибудет с вами здоровье а Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok